Уран является седьмой планетой Солнечной системы и принадлежит классу ледяных гигантов, в недрах которых много высокотемпературных модификаций льда. Его атмосфера состоит из водорода, гелия, следовых количеств метана и других углеводородов. Состав видимых облаков урана, находящихся в областях, создаются давлением от 1,2 до 3 бар. Но информации по-прежнему немного из-за малого количества данных наблюдений, в частности спектров поглощения. А новые снимки, которые были получены телескопом Хаббл в рамках программы АПАЛ, выявили еще одну странность – яркий штормовый облачный покров на северном полюсе планеты. Появление массивной белой шапки на уране может показаться тревожным, но страшиться не стоит, хотя уфологи могут начинать закупать фольгу. Большая белая шапка, усыпанная над северным полюсом урана, конечно, впечатляет. Жаль, что у нас нет более качественных снимков. Вероятная причина этой особенности связана с уникальным наклоном планеты. Ось вращения урана наклонена так сильно, что планета практически лежит на боку по отношению к плоскости эклиптики. Из-за этого летом, которое может затянуться на десятилетие, на уране солнце светит почти прямо на северный полюс и никогда не заходит, а зимой, наоборот, смотрит на южник. Сейчас уран как раз приближается к середине летнего сезона, а от этого облачная шапка, скрывающая шторм над полюсом, становится все более заметной. Любопытно, но еще в 2007 году не было ничего похожего. Но с течением времени вокруг северного полюса начала появляться светоотражающая полоска. И вот, спустя какое-то время, эта полоса превратилась в толстую полярную шапку, которая скрывает более глубокую полярную область от глаз. Это впечатляющий пример сезонных изменений на газовом гиганте. Точные причины этих изменений пока понять сложно. Очевидно лишь одно. Это потепление порождает необычные крупномасштабные химические реакции. Прошли десятилетия, а Уран и Нептун по-прежнему одни из самых малоизученных планет Солнечной системы. И являются причиной споров ученых, которые то и дело проводят кулачные бои в своих лабораториях. И это происходит постоянно. А чтобы быть в курсе событий, вступайте в группу ВКонтакте и на канал Телеграм. Ссылка в описании. Если что, ставьте на мистера Фримана. Удивительно, что за всю историю лишь одна автоматическая межпланетная станция, Войджер-2, приблизилась к этим планетам. Все остальные наблюдения за Ураном и Нептуном ведутся с Земли или околоземной орбиты до сих пор. К счастью, мы не слишком далеки от получения ответа, поскольку космический телескоп Джеймс Веб сможет диагностировать температуры и химический состав, а также, наконец, сделать качественные снимки. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok